Добрый день, уважаемые зрители и друзья телеканала Уллправда ТВ. С вами рубрика «Пресс-ботва» и я, ее неизменный обозреватель Антон Картошкин. Сегодня я расскажу вам, на мой взгляд, о наиболее интересных статьях, репортажах и заметках, которые за прошедшую неделю подготовили корреспонденты и обозреватели печатных и электронных СМИ издательского дома «Ульяновская правда». По старинке начинается еженедельника «Народная газета». Егор Титов побеседовал с директором регионального агентства по туризму Денисом Ильиным, который рассказал журналисту о старте нового национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». На вопрос Егора, чем Ульяновская область может привлечь туристов, руководитель отрасли ответил «Наш регион край богатой истории», «Потрясающей природы» и «Интереснейших туристических достопримечательностей». Одно из главных наших богатств – Волга, превращающая летом область в настоящее курортное место. Подробнее на полосе нацпроекта «Будущее России». Ольга Савельева в честь наступившего года «Быка» вспомнила и пересмотрела свои любимые мультфильмы на коровью тему. В числе ее фаворитов оказались летающие звери, в которых в волшебной стране живет крылатая корова Зоя. Заботливая, чуткая и душевная, она всегда готова помочь своим друзьям, даже тогда, когда ее об этом не просят. В мультфильме «Старая пластинка» Савельевой очень нравится корова-певицы Пеструха, которая поет чудесным голосом Эдит Утесовой. Еще одна поющая корова – Муренка из «Приключений кузнечика Кузи». Муренка очень-очень хочет петь в хоре, но бездушный дирижер не верит в ее успех. Также Розалинда из «Деревенского водовиля» распевает песенку на актуальную для нее тему про удоем молока. Здесь же журналистка вспомнила самую титулованную «Буренку» кузнечика Кузи, а и не мультфильма «Корова» режиссера Александра Петрова. Довольно грустная история о том, как маленький мальчик Вася Рубцов переживает смерть лучшего друга любимой коровы, в 1989 году была номинирована на премию «Оскар». Также мультфильм получил главные награды на международных кинофестивалях в Варне, Западном Берлине, Бомбее и других, плюс еще и государственную премию России. Мультипликационные коровы умеют делать практически все, что захочет автор. В доме, который построил Джек, коровы великолепно играют на виолончели, а в «Корова за рулем» Буренка просто мечтает стать водителем трамвая. Из более современных мультфильмов выделяется «Оранжевая корова». История о маме-корове, папе-быке, телятах Бо и Зо притягивает внимание всех членов семьи к просмотру своими житейскими ситуациями. Здесь мама-корова образец красоты и доброты, ласковая и терпеливая, с хорошим чувством юмора. Папа-бык заботливый, веселый, спортивный и великодушный, мастер на все руки. Детишки Бо и Зо обычно в каждой серии самостоятельно или с друзьями решают какую-нибудь важную проблему, а родители им помогают. На этой неделе отмечался замечательный праздник «День Татьяны». К этой дате журналисты «Народной» припомнили самых ярких Татьян нашего края. Женственные, спортивные, яркие и неординарные. Они всегда оказываются в центре внимания. В заключение коротаем время за сканвордом и, как обычно, не забываем про телепрограмму нашего канала, которую вы всегда найдете на страницах «Народки». Журналист издания «Ульяновская правда» Андрей Маклаев рассказывает о том, сколько в цифрах по состоянию на 1 января 2021 года зарегистрировано избирателей в нашей области. На эту дату в регистр избирателей включено 983 тысячи и 23 гражданина, проживающих в регионе. Эти официальные сведения направлены в Центр избирком, который ведет регулярный мониторинг общей численности избирателей в Российской Федерации. Так, наибольшее число избирателей зарегистрировано в областном центре 500 тысяч 974 человека. В первую тройку наряду с Ульяновском также вошли Дмитровград и Барышский район. Подробнее на страницах общественно-политической газеты. Передовица газеты «Елгат» посвящена в этом номере Макару Евсевичу Евсевьеву, выдающемуся просветителю мордовского народа, который также был одним из первых фотографов, снимающих жизнь мордовского крестьянства и быта. Также национальное издание рассказывает о зимних видах спорта в России. Что такое биатлон, керлинг, фристайл и бобслей можно узнать на страницах «Елгат». Газета «Канаж» на чувашском языке поздравляет с 55-летним юбилеем своего главного редактора Елену Мустаеву. О том, какая она в жизни и в работе, рассказывает Алена Алексеева в статье «И строгая, и мягкая». Я также присоединяюсь к поздравлениям и желаю Елене Николаевне крепкого здоровья и больших творческих успехов, интересных тем для своих публикаций, ну и, конечно, многочисленных читателей. Что интересного в посевном календаре? Хоть пока зима, но дачники должны уже сегодня позаботиться о будущем урожае. Конец января и февраль месяцы, когда сажают семена на рассаду. В конце февраля производят обрезку плодовых деревьев. В какие дни лучше это делать, как раз поможет лунный календарь огородника и садовода. К районным газетам. Еженедельник Ульяновского района. Родина Ильича. Инга Потапова поделилась хорошей новостью. Губернатор Сергей Морозов совместно с областным Минкультом и Театром Юного Зрителя расщедрился на подарок для творческих коллективов Ульяновского района в виде автобуса типа ПАЗ. Такой подарок позволит коллективам организовывать выездные мероприятия различной направленности. Работники культуры выразили огромнейшее спасибо благодетелям. Еще об одном важном мероприятии сообщает Оля Дмитриева. 25 января на базе Ишеевского лицея сотрудники ГИПДД провели мероприятие, приуроченное ко дню студента. Старшеклассникам напомнили о правилах дорожного движения и попросили их быть примером для младших школьников при необходимости помогать им переходить в проезжую часть. Сотрудники госавтоинспекции отметили, что такие мероприятия помогают формированию молодежи ответственного отношения к соблюдению правил дорожного движения. Журналистка старомайнских известий Лидия Степанова рассказывает, что в Старомайнском районе появится новое село Успенское. Строительство населенного пункта в современном мире событие очень редкое. Сегодня деревни скорее вымирают, жители переезжают в поисках лучшей жизни в города. Почему есть необходимость новой деревушки, подробнее в разделе в центре внимания. Газета «Новое время» Базарно-Сызганского района сообщает о том, что 26 января отмечался Международный день без интернета. 100% вы, как и я, про это не знали. А даже если бы и знали, можете ли вы представить себе такой день. Эту дату учредили, скорее всего, для того, чтобы мы с вами хотя бы раз в год вспомнили о том, каково это – жить в реальности, а не виртуальной жизнью. Газета «Новое время» готовится к юбилею. В феврале этого года издание отметит 30-летний юбилей. Раздел «Дата» знакомит читателей с вехой истории и принимает поздравления. Спортивные новости региона узнаем со страниц еженедельника «Чемпион». Наш с вами дорогой обозреватель Александр Агапов продолжает перелопачивать старые подшивки «Чемпиона» и всегда находит действительно интересные моменты из спортивной истории региона. Что было интересного в январях прошлых лет? К примеру, 16 января 2001 года домашний матч «Хоккейной Волги» против «Казанской ракеты» собрал 12 тысяч зрителей, став одним из самых посещаемых в истории ульяновского стадиона «Труд». А вот 21 января 2012 года ульяновский биатлонист Иван Галушкин завоевал серебряную медаль первых зимних юношеских Олимпийских игр в Инсбруке. Исторический успех пришел к нему в смешанной лыжно-биатлонной эстафете. Об этих и других датах и других новостях читаем на страницах «Спортивного вестника». Журналист информационного портала «Улправда.ру» Андрей Корчагин провел мониторинг цен на продовольственные и непродовольственные товары массового потребления, а также услуги. После чего выяснил, что подорожало, а что подешевело. Опираясь на данные ульяновск стата, Корчагин узнал, что в декабре прошлого года, к примеру, лимон подорожал в среднем на 4 рубля за килограмм, а чеснок и вовсе стал дешевле, чем в ноябре. Но вне конкуренции по подорожанию в последнем месяце 2020 года оказалось куриное яйцо. Средняя цена на этот продукт выросла с 59 аж до 72 рублей. В декабре большинство остальных продуктов также подорожало, но не так существенно. К примеру, плодово-овощная продукция выросла в цене на 6,3%, подсолнечное масло, рыба и морепродукты на 1,7%. Наименьшее подорожание зафиксировано в декабре на непродовольственные товары. Андрей Корчагин грозится сообщить нам, как изменились цены в Ульяновской области в начале 2021 года. Ждем его аналитику в начале февраля. Новостной портал Медиа-73 рассказывает, что ульяновцы могут увидеть самые необычные памятники Владимиру Ленину. В квартире музея семьи Ульяновых в день памяти вождя мирового пролетариата открылась выставка «Ленина. Время», на которой можно увидеть по-настоящему уникальные экспонаты, например, документы о внесении семьи Ульяновых в родословную дворянскую книгу Симберской губернии и картину «Ленинская гвардия», где изображены политики, государственные и литературные деятели, в том числе и Хо Ши Мин. Посетители выставки смогут проследить не только биографические моменты из жизни Владимира Ленина, но и узнать об отношении к его фигуре в разные периоды истории и увидеть самые необычные памятники в мире, посвященные его личности. Эти и многие другие новости читайте на страницах наших изданий, а также на информационных порталах управда.ру и Медиа-73. Районные газеты доступны по подписке, городские газеты и журналы можно приобрести в киосках Роспечати или также оформить подписку с удобной доставкой до почтового или абонементного ящика с любого месяца. С вами был неизменный обозреватель пресс-ботвы Антон Картошкин. До свежего всхода грядки нескучных новостей снова через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова